Так, ну что, дамы и господа, мы возвращаемся к вам просто небольшой палузы, ребята перезаходили. Ну и, собственно говоря, готовы нас уже удивлять своей красочной игрой на карте Метана. Это первая игра на сегодня. Напомним, что встречается у нас до свидания и хаш. Именно между этими двумя коллективами встала путевка за попадание в гранд-финал. Ну и посмотрим, кто же ее больше всего достоин, ну и кто же, кажется, сильнее в данном противостоянии и вершит право от судья между двумя командами. Ну давайте, наверное, по команде до свидания пока что пройдусь. Сейчас, секундочку. Так, за команду до свидания играют у нас Клей, Лазер, Шугар, Солт и Твити. Их оппоненты на сегодня это команда Хаш, но пока они не в полной боевой готовке, еще двух человек не достает. Предлагаю посмотреть, с чем играют у нас пока что до свидания. Это АУК, 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 ОА-93, АУК и ОК. Четыре АУКа, одни УАШки. В принципе, ладно, это еще баланс более-менее, хоть не пять УАШ. Одни УАШки это не так страшно. Так, ну и ждем, ждем пока зайдут. Ну, я надеюсь то, что ребята сейчас уже быстренько присоединятся. Не хватает двоих. Ну и, собственно, мы ворвемся на поле боя. Я не знаю, ребят, то ли у меня твич подвис, то ли что. Но, в общем, я вижу, что 15 человек на твиче. Ребят, всем привет, кого мы не видели. Ну и, собственно, готовьтесь наблюдать жесткое противостояние. Оно будет. Мы уже с вами наблюдали неоднократно коллектив Хаш. Парни показывают себя очень и очень неплохо. Поэтому будем надеяться, что сегодня они тоже нас будут удивлять своими жесткими минусами. Ну и надеемся, что противостояние данной команде тоже будет серьезным. Так, ну что, давайте тогда, ладно, четырех игроков команды Хаш назовем. Это Шок, Крюкер, Робеб, Каскад. Ну и последний игрок должен еще зайти. И мы будем с вами полностью в боевой готовности. И уже приступим к обзору на карте Металу. Ну, надеюсь, противостояние действительно получится очень жарким и захватывающим. Да, что-то долго заходит последняя игра в коллективах Хаш. Ну, не знаю, там уже 9 минут у ребят из команды. До свидания, вот пишут, что уже перезагружал ком. Ну, я думаю, мы пока пройдемся по статистике команд на арене. Давайте начнем с коллектива Хаш. Ребята отыграли на арене 75 игр. Из них выиграли 40 и проиграли 24. Общее количество очков 120. Ребята молодцы. Неплохо отрабатывают. Давайте теперь посмотрим на их соперников. Коллектив, до свидания. На арене у них сыграно 60 матчей. Из них выиграно 41 и проиграно 14. Количество очков 123. Ну что ж, довольно-таки достойный соперник. Будем надеяться, что парни покажут себя. Очень-очень неплохо. Ну, в принципе, я это уже говорил. Буду повторяться. Ну, да, последний раз было 15. Давайте я сейчас обновлю твич. Может, у вас там уже и поболее будет. Может, уже там пару тысяч человек добралось? Да, хотелось бы в это верить. Ну, нет, 15 человек. Но, тем не менее, ребят, огромное спасибо, что вы с нами. Болейте за свои любимые команды. Ну, или просто вы сюда приходите ради нас с Громчиком послушать, о чем мы тут болтаем, и что вообще происходит в ПБшке. Ну, и вот, когда ты игрок заходит, это Нопут. У нас Нопут отыгрывается ОГО. Ну, и тем самым образом докладывается общая картина, что также одни ОАшки этого Крюкера и четыре ОГО. И в итоге на карте у нас восемь ОГО и двое ОАшек. Поэтому все силы равны. Ну, и мы приступаем. Желаем командам удачи, победить сильнейший. Ну, и смотрим, смотрим, как ребята будут бороться за советную путевку. Финал. Финал лозеров. Ну, и желаем, конечно же, вам, дорогие зрители, приятного просмотра. Надеюсь, вы будете довольны. Это самое главное. Ну, что? Прогружаемся, прогружаемся. И... Будет ли прогруз, или не будет? Будет, будет. Да. Все игроки прогрузились. Ну, что? Начинаем обзор, дамы и господа. Видимо, что подальфу направляется в большинство сил команды. До свидания, и Шугар уже проходит. А, нет. Крюкера его мобитанишка штрафует. Ну, что, Нопут также вместе с крюкером останавливает напор подальфы. Ну, полгода изменивает аэшки, там еще клей с лазером на длине. Ну, и так же ждет не самое приятное лучшее. Создается последний. Игра команд, до свидания, и моментально он отпадает. Это 1-0. Моментально, буквально 30 секунд проходит, и парни уже раскрашили своих визари. Ну, будем надеяться, что первый раунд вот так, пробная фишка, где ребята стоят и так далее и тому подобное. Ну, и сейчас будет у нас более жесткое сопротивление. Но, Крукера откидывает хаев, все-таки налог, забирает своего визари. И далее идет перестрелка. С лазером пытается как-то поймать. Но, Крукер нашитый до 38 хп. Прокит, успевает Крукеру уйти. Все-таки на двойку, 21 хп в запасе. Каскад, тем временем, чекает у нас ЦКФ. Там Голд готовится к приему. Ну, и Роберт, собственно, дает неплохой минус по своему оппоненту. Клей накаляет ситуацию. Делает размен. В твите 84 хп. Находится в инке беты. Но, понимая то, что, не-не-не, ребят, дело дрянь. И просто сливается отсюда. Перетяжка под альпу. А там Каскад у нас ЦКФ работает на приеме. Дает минус по своему оппоненту. Клей 72 хп. Я уже у БТР Альпы. Ну и сейчас будет проход на плейн. Собственно, и установка плейн там, мне кажется, будет. Ну, клей. Давай. Наклею же Бобу. Наклей Бобу бегом. Да, да. Есть такая идея. Отвите, сиди так коварненько. Под Скафе. Если бы Шок прочекал. Сейчас Скафешечку мог. Спасибо своего тиммейта. Но мне тут-то было. Ответь дает минус по Каскаду. Ну и, собственно, Шок остается у нас один против двоих. Да, конечно, ребята шитые. Но это незначительная нашивка. 84 и 72 хп. Так что... Видите, как пропускает. Неужели он не слышит своего оппонента? Серьезно. 84 хп. На картах пошел. Ну ладно, клей здесь справляется в одинокого. Ну и это, собственно, один-один. Вот. Проснулись, ребята. Да, ну что, смотрим. Далее третий раунд у нас. Куда же теперь двинется у нас вектор атаки от команды до свидания. Снова подальше, видимо, отстрел. Вектор откидывает хаешку поданий. Ну и, надеюсь, она кого-то взорвет. Или же все-таки это фейкл. Да, она вообще никого не взрывает. Кладется туда также дым. Ну и посмотрим, как дальше будут от этого отталкиваться ребята из коллектива до свидания. Лазер уже готов был отстреливать. Окна подалькой. Ну и пока что, пока что все довольно спокойно. Каскад на старой на кафе обороняется. Здесь Шугар с ним будет перестреливаться. Ну и, возможно, сейчас будет прак. Нет, не будет. 56 кп оставляет каскад Шугар. Ну и лазер уже, в принципе, очень, очень круто. Действует уже на карте. Видите, так сделать минус. Пашок. Ой, хаешку. Какая излетает трюкер. Но как-то он не взорвался даже под ней. Ну это 5 в 2. 5 в 2. У до свидания. Отличный шанс. На взятие данного раунда. Но крюкер здесь немножко мешает этому. Забирая у нас лея под альфой. 17 кп стоит также и у Шугара. Крюкер. Должно его давить. Да, это будет минус. Уже 2 в 3 от игровочка. И есть. Есть еще небольшие шансы. Пицца от трампа команда Хаш. Но Твитти моментально просто хоронит данную возможность у команды Хаш. Ну и лазер должен здесь просто добивать трюкера. Тем самым он и занимается. Это 2-1 уже впереди атака. Молодцы, молодцы ребята. Начали просыпаться. Видите, так вообще явно MVP своей команды 4-1. Парни неплохо залетает. Ну что, посмотрим, куда пойдет у нас вектор атаки на этот раз. Лайсер и Клей. Сувер. Находится у нас уже на ланге. Там Крукер. Неплохо отыгрывает 2-1 на стрим. Но уже выбрасывает опен фраг. Замечательно. Солст попытался отыграть в перед скафе. Но там Каскад. Моментально вычеркивает его из списка в этом раунде. Ну и, собственно, Роби. В 2 хп в запасе. Отчаянно работает все равно на нашивке. Каскад от КИСХЕ под БТР. От КИС не увенчался удачей под Витти. Лайсер как-то отыгрывает. Забирает Робипа. Но остается один против троих. И Шок пытался обойти в спину. Но этот обход увенчался неудачей. Даже ни разу не попал по Лайсеру. Но и еще Каскад 31 хп уже стягивается на широкую. Если сейчас удастся перестрелять своего визави. У парня очень-очень повезет. Но понимает также Лайсер то, что его сейчас будет обходить. Просто зажим со всех сторон. Пытается поймать Каскада. Да, у него это получается. Есть первый минус. Крукер здесь 2-1. Пытается что-то сделать. Но нашивка по нему залетает. Очень неплохая. 6-1 хп. Доблкилл оформляет Лайсер. Прошу прощения, ребят. За заминки. Триплкил. Нопот. А, да. Триплкил. Нопот. У нас наказывает парня. Ну и... Керман, подхвати. Да, 2-2 на счет становится. Хаш сравнивается. Сейчас до свидания. Напомню, что Хаш отыграет пока что дефенсы. Для них это сильная сторона. На данный момент. А вот Шугар уже влетает на винку. Но Шокова моментально. Штрафует. На заходе в эту позицию. Лазер моментально размен. Но пока здесь много действий. На то, у нас лазер должен идти его и забирать. Да, есть минус от лазера. Но здесь каскад. Почти. Почти. Ой-ой-ой. Доблкилл от каскады уже есть. Ну что ж. Питя-1 остается. По нему нет вообще никакой информации. Каскаду 46 кп. И должен забирать его здесь. Питя-2. И 2-1 отыгромочка. Крюкер, в принципе, без особых проблем забирает своего визави. Это 3-2. Заклики в хаш. И вот снова они выходят вперед. Ну, далее смотрим. 3-2 уже есть на счетчике. На счетчике выигранных раундов. Ну что же. Лазер опять под виду будет заход. Ну и посмотрим, как будут принимать пропозицию сейчас ребята. Но опыт неплохо подрывается на заходе на их все шугера. Ну и посмотрим. Есть, есть минуса. Нет, пока минусы. Я думал, моментальные минуса будут. Но здесь соулт хорошо забирает плоту шока. Но опыт широкой будет сейвиться. Но нет. Лазер говорит, нет, раппорт не засейвится у меня. Ну что. Каскад неплохо действует с широкой. Но здесь Рабе при чем с кт-спаун неплохо действует. Ну и здесь сразу два игрока. Это трюкеры в каскад. Ой-ой-ой-ой. Твити плюс клей. Как жестко сейчас вылезли на узкую. Просто и разобрали весь урожай. В лице команды Хаш. Ну что же. Это 3-3. И со второй попытки за хор пангин. Команда до свидания удался на Славу. Молодцы, молодцы, ребята. Ни одна из команд не хочет отпускать далеко своих кгзавеем. Ну и, собственно, послал у нас активную атаку подальку. Там Роберт будет работать на приеме. Крукер минус. Роберт также отпадает из этого раунда. Селк дает неплохие минуса. Трипл килл оформляет. Боже, остановите этого парня. Ну и каскад 100 хп в запасе. Это у нас калп. Отфигурает неплохо. Также оформляет дабл килл. Ну что, 17 хп в запасе. Надо еще сделать 3 минуса. Но Солт 7 хп. Клей 56. И, видите, фуловый. Всем по головам. И, собственно, раунд твой каскад. Давай, показывай, что ты можешь. Отфигурает Хаену. Здесь, на удивление, нет какой-то агрессии от его оппонентов. Вот только Солт заходит в спину. Ну и сейчас, мне кажется, будет, да, квадракил. А Солта молодцом. Но это 4-3, и коллектив Хаш уже рискует потерять первую половину матча. Ну да, если они следующий раунд, точнее, вот этот уже отдают, то по-любому гарантированно первую половину идет команде до свидания. Ну что, у нас снова по длину. По длину арестировочная двигатель. У нас команда до свидания. Ну и здесь Робек уже штрафует. Неплохо. Хаешка залетела также под выку. Третья расставила 26 хп. Но здесь моментальные 3 кг от команды Хаш. И шансов минимум у Лазера и Твитя. Начинают. Они простреливали в дымы, но пока что без какого-либо профита. Ну и Нопот. Нопот видел перед СК перемещение своих визари. Твит перед СК будет его пытаться ловить. Сейчас, ну, Нопот неплохо ловит его как раз-таки через ширму. Лазер 1 в 5 остается. Родовые крюки, родовый Робек. Ну и фуловый каскад Нопотушок. Но здесь, конечно, шансов вообще просто минимум. Ну, возможно, возможно, Лазер. Клачмейстер какой-нибудь новый у нас. Или же все-таки отдаст этот раунд команде Хаш. И я не сравняю. Да, прочекал одного на узкой лестнице на центральном кафе. Лазер. Ну и пойдет перед спадальфой. Это логично, здесь как раз и два одного игрока команды Хаш находятся, ну и смотрят. Мне нужны грибы, пишите. Нормально. Мне нужны грибы. Ну что, это 4-4, и последний раунд первой половины стартует прямо сейчас. Грибы, где мои грибы? Ладно. Бред офф, ну и... Да, у нас уже пошла движуха под перец кафе. Слажда, уже что-то начинает рейтинговать. А что, формирует дабл килл. У нас в запасе остается у него кругер, моментальная стяжка. Ну и, собственно, здесь у атаки что-то пошло не так. Вот просто парни заклебуются, собственно, и кровей. Но Лессер, боже мой, он со мной не согласен. Думаю, было остановлено. Трипл килл просто зачеркивает 4 имени в списке этого раунда. Боже, что творит этот парняга. Ну и Касказ, только по в запасе. На лейтер уже должен был его прочекать. 77 кп, кстати, у него остается после 3-х минусов. Но здесь Твити жадина говядина забирает Каскаби и не дал оформить квадрокилл своему тиммейту. Но это 5-4 до смены сторон. Парни молодцы. На атаке забрали, собственно, первую половину. Ну да, это круто. Ребята очень сильно старались и их старания вознаграждены. Ну что же, вторая половина теперь стартует, но сейчас в команде Каскаби действительно придется не совсем круто. Потому что они теперь играют за атаку и диффанс они слили в 5-4. То есть минимальное преимущество, но тем не менее. Ну посмотрим, посмотрим, вероятно... Чего 6-6? Что 6-6? Чей? Да, да, ребят, я здесь. Начинайте сейчас. Все тип-топ. Может, ты пойдешь? Нет, нет, все нормально. Ты от меня так просто не избавишься. Сейчас сам откинешься по следующей карте. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, она действительно так и будет. Я просто уже даже нос не хочет ни в какую со мной работать. За раз такая. Вот. Так, ладно. Вторая половина. Карта Метал. Стартует прямо здесь сейчас. Ну и теперь команде... И что это? Что за пролаги? Не, пролаг, да, был. Поехали. Поехали, поехали. Смотрим у нас. Пока центральное кафе, в принципе, в привилегии у команды Хаш. Кстати, они отстреливают Солда, кстати, оставляют ему 19 кафе, и Солд вынужден ретироваться. Робеп, там, кстати, уже также Лазера начекал, который кафе ему оставил. Ну и есть, в принципе, вот и подальфу. Посмотрим, насколько оптимальны в вариантах подальфу будет. Ну и Робеп начинает перестрелку, вот видите, 7 кафе остается. Но Лазер здесь на подсейве у своих тиммейтов. Нопа также отстреляет минус по Солду. Криокер, даблкил при западе вальфа. Отличные минусы. Минуса, прошу прощения. Ну и клей с Шугером остается вдвоем, и похоже, это на первый раунд. А вот здесь у Шугера хорошая позиция, но каскад моментально с нами в пачку, и клей остается один. Но потом дает прямую информацию, что в центральный кафе находится в последний игрок, команда свидания. Ну и здесь, не знаю, на что рассчитывал, так вот взял кукрик в руки и побежал. Не знаю, Хаш сравнивает счет, это 5-5, ну и едем дальше. Так, да, ну что, давайте посмотрим, как будут парни работать далее, куда будет заброшен вектор атаки. Но опять же, про семерку, про бетту никто даже и не думает. Это печально. Парни работают перед кафе, собственно, на ланге, там на свете. Попытался поджать, но этот поджим увенчался для него неудачей. Ну и, собственно, есть у нас уже опенфраг. И стяжка как раз-таки пошла у нас на респу. Там нопат и каскад, ну, собственно, вся уже тима там. А клей остается один под бетой. И сейчас может прийти, если ему очень и очень не сладко. Но парни купились на эту фишку. Была инфа, что это перетяжка. Стяжка под бетой имеется, и Лайсер остается один под альфой. Боже, как этому парню сейчас придется нелегко. Шелф тем временем стягивается, Лайсер принимает своего первого оппонента. Посла перетяжка далее. Пытался, как-то что-то исправить в этом раунде, но нет. Этого не бывает. Сугар дает неплохой минус. Ну и, собственно, здесь парни уже просто растерзали своих визави. 6-5. На самом деле, вот этот фейковый мув такой от команды Хаш сейчас старейшие заготовки. Команда Бигрип, команда Вов, азербайджанский коллектив, когда еще играли Эмгрин, Нити Кух и так далее. То есть они придумали именно этот такой вот мув, но стабл фейка. Ну и, в принципе, видим, что ребята переняли довольно только самые лучшие качества от этой танцы и забирают успешно второй раунд в атаке уже. И сейчас, действительно, уже команда Хаш не смотрится настолько бесполезной. Но теперь, ой, хаешки хорошие залетели, ну, Крюкер и Робеб также были подвержены взрыву небольшому, но здесь, как сказано, теряют на длине уже, и тут, конечно, не самые приятные новости для команды Хаш. Ну и самое время проснуть на команде до свидания и сказать то самое заветное до свидания своим визави. Ну что, Лазер начинает нашивать нас через бочки, через все, что только можно. Ну и на длине здесь уже начинает активный акшен. Видите, забирает Робеба на длине. Будет ли размен? Нет, Солт моментально отвечает также вторым минусом Крюкер. Под БТРом Рыдовый остается, Солта вот так же забирает. Дабл кио от этого парка, это браво, и трипл кио от Солта, браво. И шесть-шесть на таблопе, где также восстановлен. Ну что, ехало дальше. Едем дальше, смотрим, как коллективы у нас продвигают, так скажем, к финальной части данной карты. Ну Солт, как просто красиво забирает через Шерму нофута у нас, и уже здесь ему приходят на стяжку его тиммейта. Центральная карта вообще сейчас очень крепко смотрит, поэтому, если пойдут туда, у нас коллектив каш, и ждут вообще неприятности. Твитер. На обороне планта Альпу стройки отыгрывает. Посмотрим, как реализует свои уашки. Здесь, в принципе, можно посмотреть. Да, длина уже идет. Ну и Солт, опять же, штрафует у нас каскада. Даблкил, опять же, от этого парня уже в этом рамке есть. Большое количество фрагов он делает за данный отрезок времени. И есть информация, вот видите, что убегают два оставшихся игрока. Коллективы хаш, ну и Солт триплкил второй раз подряд делает. Просто большой импакт вносит. Ну и твитер завершает данный фраг по разу своего тиммейта. Ставим жирную точку, это семь-шесть хаш впереди. Ой, до свидания, потому что вообще не впереди. Молодцы, молодцы, ребята. Довольно-таки неплохо отыграют. Сначала отдали два раунда, потом отыграли. Ну, посмотрим, что они будут делать далее. От Солта у нас залетает уже опентрак по нопоту. Шоткий каскад накаляет ситуацию на семерке. Там оклей и сузер работают. Ну и, собственно, 38 хп оставляет шотк клею. И стяжка у нас каскада следует под арку. Там у нас Робик, 81 хп. И шок также стягивает со своим тиммейтом. От Витти решает поражать лонг. Но понимается, что это плохая идея. 79 хп на счетчике остается. И уходит, успевает откидывать хае. Робик как раз таки выпрыгивает прямо на нее. Ну и сейчас не самое завидное положение у коллектива хаш в данном раунде. Прошу прощения, ребят. Ну, опять же, стяжка у нас есть под семерку. Посмотрим, что у них получится. Но здесь уже Сюгар готовится принимать. У А-93 пошли в ход. Шок и каскад дают неплохие минусы. Но здесь моментальная стяжка. От Витти 79 хп спресят шоком на широкой. Минус, и Лейсер дает неплохой ответный минус каскаду. Шок, 52 хп запасит, 13. Ну и, собственно, здесь Лейсер выходит победителем из этой дуэли. И это у нас уже 8-6, да? Да, 8-6. Два раза остается добрать в команде до свидания для победы на первой карте. Карта метал. Ну и же здесь проблема у команды хаш. ЦК у них вообще никак не получается сломать. Но, возможно, Витти сейчас получится. Но здесь Шугар дуалами. Ну посмотрим, насколько профитно будет это сейчас. Ой-ёй-ёй, Шок откидывает каешку. Но она не залетает за дверь. Не залетает за дверь, и Шок живет. Шок живет. Крюкер, как же, на так готов принимать аркаду. С лабинки, если таковая будет. Ну, а Робет в роли отвлекающей мишени, так скажем, подальше. У нас 53 хп ему уже оставил лазер. Ну и надо как-то поаккуратнее действовать данному товарищу. Иначе рискует потерять хп. Так, ну вот и Шугар. Был заход, это трипл килл от Шугара. Ну и, возможно, квадрокилл будет сейчас. Нет, Клей забирает с питона. Робет последний остается у нас на т-спауне. Ну и вы сейчас должны уже по логике вещей закрывать. Да, Солт, есть перестрелка, там уже твитинг готовят. Ну и Солт, так, в принципе, довольно смачно в мою голову. И это 9-6-3 матч-поинта за коллективом. До свидания, точнее, мат-поинта, потому что матч будет продолжаться. То есть, тейкбайс-то 3. Ну и посмотрим, посмотрим, смогут ли стрельб противопоставить в последние три раунда команда Хаш. Или же все-таки отдадут уже эту карту и настроятся на следующую. Вторая карта у нас будет ВВГ, 3-я ДЦ. Ну посмотрим, посмотрим. Лазер у нас крепко на обороне альфа стоит, дверей довольно агрессивно отыгрывает, не стесняет вообще стреляться. Ну это, конечно же, правильно. Клюкер. Также пытается наорелить в центральный кафе, а вот и Клей уже отпадает от каскады у нас. И проблемки, проблемки, но здесь Твитти. Твитти просто подрывник. Террорист. Ну, Шугар, здесь новинки будет сейчас встречать своего оппонента. Голова повернулась, я думаю, его тимметы должны были это знать, должны были слышать. Ну и каскад рискует здесь остаться вообще ни с чем, потому что идет боком даже ни капненький, ни начекалом Шугара. Ну и пора. Три хп у каскада, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь моментальная хелпа подлетает просто от Крюкера и Нопта. Пошла движуха, но вот это чекали Сюгера и за это поплатился Крюкер. Замечательно, ребята, заходит у нас уже подвинку БТМ. Солд, тем временем, дает неплохой минус по Каскаду. Ну и, собственно, далее штрафует Нопта и это... 10-6, прошу прощения. Первая карта отлетает копилка команды «До свидания», но... И браво, браво, ребята. Так, ну что, на же и перезаход. Лучше бы без перезахода. Так, что у нас там? ВВГ, да, у ребят? ВВГ-шечка, да. Вторая карта ВВГ. Ну, а Максим, я бы советовал пойти атаку. Нет, я с тобой проведу, по крайней мере, этот матч, а далее посмотрим, как у меня будет по состоянию. Может, уже будет и лучше, я до конца буду. Ну ладно, посмотрим. Так, готовность. Ну и, собственно, ожидаем сейчас коллектив «До свидания». И парни отыграли сейчас очень неплохую карту. Хэшу сейчас надо срочно собираться, иначе у парней будут огромнейшие проблемы. Но, собственно, если эту карту, если парни проигрывают, то это всё, это пиши пропало. Но, ладно, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Взрыв в городе очень неплохая мапа, на ней можно отыгрывать очень-очень эффективно. Но, как-то, ну, пока что даже металл не особо зашёл в коллектив «Хэш» против коллектива «До свидания». Но будем надеяться, что здесь они подберут нужный ключик к своим «Взави» и смогут дать отпор. Так, ну что, поехали? Поехали. Ну, если куда поехали, вы что, уже загрузились, а? Я не загрузил. Ну, мы ещё не загрузились, я просто по карте бегаю. А, ясно. Я думаю, я по карте бегаю, но всё, Максим Эпик фейл, да? Всё понятно. Нет, замечательно, все прогрузились, да. Тути-чху. И пошла у нас движуха на мосту. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Влетаем мы с ребятами здесь на ключе. Влетаем. Опять будет толпа на толпу. Не люблю, кстати, вот на живые раунды, когда толпа на толпу, парни. Ну да. Мне нравится, когда один-на-один за камерой рядом встал, такой рефери. Ага, вот ты неправильно сыграл всё тебе с листочкой, нормально. Ну и здесь, смотри, до свидания, да, выигрывают. Клей просто приклеился своего оппонента к асфальту. Ну и будут выбирать с форума, конечно же, команда до свидания. Так, ребят. Две-три минуты, да. Перезаходим, перезаходим. Ну и вливаемся. Следующая карта у нас ВВГ. До свидания, ведут 1-0 в серии Best of 3. Ну и посмотрим, смогут ли закомбечить хаш у нас или нет. Но об этом сразу после небольшой музыкальной паузы.